Привет! Солнечная игромания на связи! Сегодня в выпуске вышла новая игра по вселенной Ведьмака. Rockstar надеется, что игроки забудут про их ремастер. Sony наконец-то назвала дату выхода God of War, а Blizzard грозится выпустить целую кучу новых Diablo. И вот тут не радоваться надо, а кричать «Боюсь, боюсь, боюсь». Короче, прямо сейчас об этом и многом другом. Почему люди годами сидят на нелюбимой работе с низкой зарплатой? Все просто. Человеку свойственно бояться перемен. И самое сложное тут — решиться сделать первый шаг в неизвестность. В онлайн-сервисе цифровых профессий Яндекс.Практикум это хорошо понимают, а потому предлагают всем желающим пройти бесплатную вводную часть курсов. Вот, например, вводные уроки по профессии веб-разработчика. Здесь новичков учат не бояться сложного на первый взгляд кода и дают ему впервые ощутить власть над бездушной машиной. Изменяем несколько букв в программе и... Кнопка на сайте послушно меняет цвет. Конечно, это мелочь, но такие уроки помогают сделать тот первый и самый сложный шаг. Оценить на практике, как это все работает. А еще на уровне эмоций прочувствовать, а по душе ли тебе новая профессия или нет. Учат в Яндекс.Практикум максимально серьезно. Если хочешь стать веб-разработчиком, писать сайты и веб-приложения, то впереди тебя ждет целых 10 месяцев учебы. Причем 75% времени будет уделено практике. Сначала интерактивные тренажеры, затем 18 практических работ и, наконец, 5 реальных проектов для первого портфолио. Результат налицо. Согласно исследованию Высшей школы экономики, 78% выпускников Яндекс.Практикум, которые хотели сменить профессию, действительно начинают новую карьеру. В этом студентам помогает карьерный центр Яндекс.Практикум. Даже у новичков медианная зарплата составляет 87 тысяч рублей. Но по мере накопления опыта она становится куда выше, до 300 тысяч. Так что если ты до сих пор сидишь и думаешь, как сделать свою жизнь лучше, то не жди, а пробуй. Найди в описании ссылку или отсканируй QR-код, пройди бесплатный вводный курс и не бойся сделать первый шаг в новой профессии. CD Projekt анонсировала и сразу же выпустила сюжетный карточный рогалик «Гвинт Маг Отступник». Игра расскажет о судьбе мага Альзура из Морибора, который создал самых первых ведьмаков. По ходу сюжета придется принимать сложные решения, у каждого из которых будут свои последствия. Мир в игре создается с помощью процедурной генерации, а механики здесь такие же, как в онлайновом гвинте. Так что завершив 30-часовую кампанию, можно будет продолжить сражаться с реальными противниками. Но вот что самое интересное. Сюжет игры снова обращается к теме появления первых ведьмаков, так же, как и сериал «Ведьмак происхождения», который выйдет в конце этого года. И это понятно. Во времена Геральта и монстры, и ведьмаки почти исчезли. Поэтому разработчики и сценаристы так хотят погрузиться в прошлое вселенной, когда мир был куда опаснее. Очень вероятно, что и «Ведьмак 4» пойдет по тому же пути. Но кто знает, может быть, мы встретим там и героев нового гвинта. Журналисты Катаку связались со своими источниками Брокстар и подтвердили слухи об отмене ремастеров GTA 4 и Red Dead Redemption. Причин было две. Во-первых, прямо сейчас все силы брошены на GTA 6, и команда не хочет отвлекаться на обновления старых игр. А во-вторых, издатели решили подождать, пока игроки не успокоятся и не забудут историю с трилогией GTA. И только после этого они снова рассмотрят вопрос о выпуске ремастеров. Правда, это произойдет только после выхода GTA 6. Ну а Sony наконец-то анонсировала дату выхода GTA 4 Ragnarok. Он выйдет 9 ноября, причем в четырех разных изданиях. Стандартная версия идет без бонусов. Хотя за предзаказ даже тут дадут пару костюмов. А вот в расширенное цифровое издание таких бонусов насыпят целую кучу. Артбук, скины, аватарки и все в таком духе. А еще бесплатный апгрейд с версии PS4 до PS5. На стандарте это удовольствие обойдется в 10 баксов. Коллекционное издание содержит стилбук, две фигурки, игральные кости и молот Тора. Нет, не того, про которого ты подумал, а другого его однофамильца. Но вот бывают же совпадения. У него тоже есть молоток по имени Мьёльнир. Он реально огромный, размером если не с человека, то как минимум с кролика. И, наконец, есть еще йотунское издание игры. Там, ко всему прочему, добавят карту, кольцо, набор значков и музыку на виниловых пластинках. Президент Blizzard Майк Барра попытался оправдать монетизацию в Diablo Immortal. Якобы их задачей было дать поиграть бесплатно сотням миллионов людей. И что с этой задачей они справились. Рейтинг игры составил 4,5 балла из 5. А под конец он добавил, что Blizzard сейчас делает еще несколько проектов по вселенной Diablo. И вот тут фанаты серьезно перепугались. Что нас теперь ждет? Diablo в жанре раннера? Diablo 3 в ряд? А может быть даже Diablo симулятор выживания со строительством? Кстати, напиши в комментариях, а какого Diablo больше всего боишься ты? Ну а мировой кризис набирает оборот. Считалось, что на игры это не особенно влияет. Более того, в кризис люди начинают даже играть больше обычного. Но не в этот раз. Похоже, что впервые за 7 лет игровая индустрия в этом году сократится. Правда, совсем немного. На 1-2%. Рынок России просядет значительно сильнее. С 10-го места мы упадем на 14-е. Также аналитики ждут, что продажи процессоров и видеокарт скоро начнут падать. А вот популярность консолей наоборот вырастет. Но это в мире. В России все наоборот. Торговые сети сообщают, что продажи консолей практически остановились. Зато спрос на ПК растет, особенно на ноутбуке. Их теперь продают в три раза больше, чем обычные компьютеры. Есть и другие изменения. 60% ноутбуков в России поставляется сейчас без операционной системы. К концу года предустановленные Windows могут вообще практически исчезнуть. Впрочем, многие этому только рады. Не надо будет переплачивать. А еще отмечают активное замещение западных брендов китайскими. В скором будущем они займут 90% российского рынка электроники. И еще немного новостей на дорожку. Ubisoft анонсировала новый шутер The Division Resurgence, который вернет игроков знакомые к порталу Нью-Йорка. Там будет огромный открытый мир и полноценная сюжетная кампания. В общем, самый обычный Division. Только на этот раз для мобильных телефонов. Фанаты Red Dead Online решили похоронить игру. 13 июля как раз исполнится один год со дня выхода последнего обновления. Фанаты в этот день оденутся во все черное и проведут траурные шествия. Action for Spoken еще раз перенесли. Теперь его планируют выпустить 24 января 2023 года. При этом фантазия на новое оправдание у разработчиков закончилась. Поэтому игру перенесли просто так, без всяких особых причин. Джеймс Кэмерон ответил на претензии к длительности фильма Avatar 2. Он заявил, что общество должно осознать, что встать и пописать – это нормально. А вот ныть, что фильм идет больше трех часов – это как раз ненормально. И так делать не надо. Вот такая вот, понимаешь, глубокая и даже философская мысль. Ну и, наконец, посмотреть-то что? Например, Голиаф – это вкусный сериал-драма с тоненькой хрустящей юридической корочкой. Кто-то голоден, да. Он об адвокате-неудачнике, с головой погруженном в интриги и хитрости судебных разбирательств. Но ему бы со своей жизнью разобраться. Герой Билли Боба Торнтона, спокойный, невозмутимый, с бутылкой в руке, как в плохом Санте, бросает вызов большой юридической фирме – стать его собственному детищем. Правда, теперь у него нет вообще ничего, и он живет в дешевом мотеле. Можно ли купить правду? Сколько она будет стоить? Да ничего святого. Однако, может, шанс добиться справедливости и восстановить честное имя все же есть? Кажется, что вот эта вот тема с добиванием истины уже стала тривиальной. Но в этом сериале определенно находится что-то свежее, качественное, сбалансированное и гармоничное. В сериале очень подкупают сюжетные логичность, динамика и внезапные повороты. Делая его добротным и действительно привлекающим внимание. Короче, Голиаф, смотри. Ну и увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику. И пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.